Культурная жизнь города в эти дни также была наполнена значимыми событиями. И первыми, еще накануне выходных, Ирбичан на открытие 174-го театрального сезона пригласил творческий коллектив Ирбитской драмы. Культурная жизнь города, он уж тут нарисовался и поливаю. Вот, козырь, и вы хорошие. Ах, паразит, да? Шур, а он тебя похоронил, ага. Безуазу, говорится, да, ах, паразит. Бегите, Ирбич, бегите. Начали с козыря и не прогадали. Старая, добрая и оттого любимая многими комедия «Любовь и голуби» стала настоящим украшением открытия театрального сезона. По крайней мере, ожидания зрителей, решивших в этот вечер посетить Ирбитский драмтеатр, оправданы были в полной мере. Китахер замечательный, кино смотрели много раз. Сходство есть, конечно. Дядя Митя вообще супер. Очень легкая, заводная комедия. Всем рекомендуем посетить, развлечься и вспомнить действительно наше советское прошлое. Эмоции исключительно положительные. Очень такой добрый, душевный. И, конечно же, воспоминания из фильма, безусловно. Очень здорово. Это от кем нам такого красивого одежда? И, конечно же, не смотрит, глаза в пол опустил. Наверное, двойку получил. Ну, рассказывай, как жить, как молодуха наша. Я ей тут космо пообрывала, так ты побежал отстроился. А я ничего. Ничего. Ну, а что молчишь? Дядя Васильевна. Вот грех жаловаться. Потому что вот такой прием, который был сегодня, да, он прям не смолкающий смех, там, или затаенный, там, потом слипывание. Ну, чего же еще больше-то ждать? Мы рассчитывали, потому что я строил, чтобы так было. Актеры играли. Поэтому все нормально. И это даже несмотря на то, что изначально задача перед актерским составом стояла почти запредельная. Не переиграть, не скатиться в копировании образов, созданных 35 лет назад знаменитыми советскими актерами. Очень и очень тяжело не свалиться, потому что мы все знаем фильм, мы его знаем. И как бы тяжело. Я его не смотрела никак. Я отложила это далеко-далеко, чтобы у меня никак. Запрет. И все. Да, очень тяжело. На самом деле. Ну, это суд на зрителей, мой образ. Она абсолютно другая. Я надеюсь. Я ее делала другой. Посмотрим. Но зритель принял. Отметим, что «Любовь и голуби» – первая, но далеко не единственная премьера открытого сезона. Уже в ноябре театр готовит для ирбичан и гостей города множество сюрпризов. И не закончатся они до самого закрытия сезона. Нашего любимого зрителя ждет множество премьерных спектаклей, как для взрослой аудитории, так и для детской аудитории в конце этого года, ну и, конечно, в первой половине следующего года. Ну и завершит 174-й театральный сезон по традиции фестиваль «Ирбитские подмостки». Работа уже к фестивалю началась. Мы участвуем в каких-то фестивальных программах, которые идут уже в городе Екатеринбурге и в области, и отбираем спектакли для нашей фестивальной афиши. Поэтому всех с удовольствием ждем на наших спектаклях, премьерах и фестивалях. Юлия Берсинева, Евгений Пресижнюк, Павел Тимофеев, НТС «Орбит».